Хасан Басри один раз, когда пригласили его в гости, своим другом пошел и пожелал его друг этому хозяину, говорит, я, говорит, тебе желаю хорошего ракбуль, ракбуль джаид, хорошего верхового животного, то есть, как можно сказать, машину раньше берли верблюды, там, эти кони, лошади, он что говорит? Не говори так, говорит, почему? Потому что хорошее, говорит, верховое животное, может быть, как и конь, может быть, и ишак, поэтому, говорит, желай ему то, что желал, саллах, а что? Читая ему, автар аликум саймун, кто нас угостил, мы желаем, сейчас мы мусафиры, в таком месте находимся, прошу Аллаха, чтобы от нас это принял, все присоединятся к этому, автар аликум саймун, пусть у вас разговаривается постящийся, первое, почему? Потому что постящийся, в хадите сказал, кто пригласил человека на ифтар, ему будет награда, как будто он постился за его пост, а у него награда, его награда его не уменьшается, то есть, ты сегодня пригласил на ифтар 10 человек, ты сегодня как будто постился не один день, а 11 дней, твой пост, еще их награду берешь, а их награда у них остается, один день поста на пути Аллаха, мы знаем, то есть, один день поста на пути Аллаха, отдаляй клика человека от наказания ада на 70 лет, сказал, саллах, алиса, второе, потом, в этом учет еще дошедают, это все, когда, почему пророк саллах пожелал, чтобы у него тебя разговаривает спастящийся, потому что, помимо того, что ты берешь награду, чтобы угостить спастящихся, должны быть возможности финансов, то есть, здесь желаете тебе баракат финансовый, чтобы у тебя был хороший заработок, сколько братьев хотели бы позвать на ифтару, но у них нету ничем угостить, поэтому, субханаллах, не могут угостить, здесь ты желаешь его, чтобы у него была возможность угостить, значит, хороший заработок, хороший риск у него был, следующее, сколько бывает человек, за год, например, на ифтар, там 100 человек позвали, пришло 100, еще с собой друзей привели, 150 баракат идет, еще больше всех к нему тянутся, у кого ифтар, там у Эльгара, Хачи, Ифтар, Машаллах, мой, я брата возьму с собой, можно, да, бери его, и так далее, собирайся, собирайся, Машаллах, какой баракат дом, а бывает человек позовет, там 50 человек, 20 человек только приехали, а к нему, что ли, к нему не пойду я там, то есть не тянутся люди к этому человеку, это очень страшное положение, в Аллахе, если к тебе, братья, не тянутся, не хотят это, потому что, братство, это любовь ради Аллаха, вот именно, да, поэтому в этом хадисе желаете, чтобы к тебе люди приходили, желали у тебя ифтар сделать, второе, что желал, салат Алейхасаллах, сказал, Пусть ваше еду кушают правильные люди, потому что, если грешник кушает неверующий, он потому что идет грехи делать, то есть ту подпитку, которую он у тебя взял, он идет дальше грешить, харам делал и так далее, правильный, идет поклоняться Аллаху Субхану, это как с тобой садак, он делает с тебя дуа, поэтому пусть у вас разговаривается, постящийся, пусть ваше еду правильники, Пусть за вас молятся ангелы, то есть мы сказали, писали в аяте, кто такие ангелы, какое количество и так далее, они никогда не ослушаются Аллаха, пусть вот именно это лучшее общество Аллаха за вас молится, и четвертое, Пусть Аллах Субхану, упомянет ваше имя, имена среди тех, кто рядом с ним, то есть пускай сегодня Аллах Субхану, скажет Мухаммад, Мурад, Ульгар, другие братья, сикар зима упомянет Аллах Субхану ва Та'але среди тех, кто рядом с ним, среди ангелов, и был такой, Субханулах, Сахаби, Убей б'ни Ка'б, мало кто его знает, мы знаем все, кто такой, Абубакр, Умар, Утман, Али, Талих и Зубей, и Убей, кто такой, Пусть Аллах Субхану подошел к Сахабу и сказал, «Инна Акраукум Убей», лучшее сесть в Кур'ан из вас Убей, Убей б'ни Ка'б, и посланник Аллах Субхану подошел к нему и сказал, «Инна Аллах приказал мне тебе прочитать Сурату Альбайина». И тогда Убей удивился и сказал, «Инна Аллах, он упомянул мое имя тебе». То есть среди ангелов Аллах признес, «Убей, Убей б'ни Ка'б». Он сказал, «Да». И сильно он от радости расплакался. То есть смотрите, опять же возвращаемся в Кур'ан, Аллах Субхану не сказал Абу Бакр, Аллах сказал Убей, почему Убей? Потому что лучшее сесть в Кур'ан. Поэтому пускай вот эти четыре вещи мы вам желаем, пусть у вас в Таранье ку-му-саймун, пусть у вас разгораетесь. Акадаттаамуку манабрару, пусть вашу еду кушат праведники. Уссаллята алейкум малаика, пусть за вас волются ангелы, вазакаратуму Аллах фиман-инда. Пусть Аллах упоминает сегодня ваши имена среди тех, кто рядом с ним, с ангелами.